Здравствуйте! В информационной студии Дарья Андриенко и коротко о событиях города и края. Очередной раз Дальнегорск звучит не только на лентах региональных информагентств, но и федеральных. Такого не было с тех времен, когда вице-губернатор Приморья Александр Костенко назвал Дальнегорск аномальной зоной. В этот раз Дальнегорск прославился на всю страну проблемой жильцов дома 14 на улице Рабочей. За сутки в нашу телекомпанию обратились журналисты федеральных телеканалов ТВЦ, ОТР и даже Первого канала. Накануне власти Дальнегорска заявили, что предложили замерзающим на рабочей 14 пенсионерам переехать в маневренный фонд. Казалось бы, какие молодцы местные чиновники, оперативно решили проблему. Но у федеральных журналистов возникает вопрос, почему же измученные проживанием в невыносимых условиях дальнегорцы отказались от столь щедрого предложения главы города? Он мне предложил так, что давайте мы вас переселим временно в общежитие. Там вот оно напротив рынка, дом ли 38, ли 36. Я бы сказала, что ну не очень там условия. Там у них семейный этаж вроде бы есть, там живут семейные. Ну живет контингент такой. Понимаете, пьют все. Но дело в том, что квартира, это там комнатки, вот такая вот комнатка, вот, как у меня. Ничего больше нет. А ходить в конце коридора туалет, и там якобы как душевая. Это они уже сейчас второй раз предлагают нам. То вот, когда потоп был, они нам предлагали. Три месяца, говорю, это было лет шесть, может, пять тому назад. Вот так вот было. Они так предлагают, значит. Пошла я смотреть на это общежитие. Хотя я там жила, знаю все. В те времена, как говорится, в советские, еще какая-то культура была. А сейчас, понимаете, все загажено. В туалет не зайти. Общий туалет. Представляете, что такое в России общий туалет? Вот, все. С потолка, с пятого этажа капает. Там такая ржавая. Круг такой, и с нее... Потому что там тоже кто-то живет и пользуется. Старые вот эти вот дергалки, которые еще, ржавые. Ну, как вам объяснить, сиденья загаженные. То есть вы вообще, в принципе, не рассматриваете этот вариант? Я не рассматриваю. Потому что душевая там, как я еще в молодости помню, там стирали, знаете, было открыто, там и стирались, и мылись под душем. Но тогда хоть кто-то ходил и убирал. Что там убирается? Я так, когда это я все посмотрела, я сейчас в возрасте уже. Тогда, в советское время, там была надежда, что я получу квартиру. Понимаете, какую-то. Мы жили где-то с год с мужем, с ребеночком. Тогда семейное было общежитие. А сейчас там живет. Кого только кому не лень, они стараются туда запихнуть кто. Я понял. Глава сказал, что он предложил, что вы согласились, якобы решение отложено до весны. Что вот сейчас вы не готовы зимой переезжать, а вы готовы весной. Ну вот я немножечко не так сказала, конечно. Ну вот чувствую, что надо было как бы их поторопить бы, чтобы они искали какие-то квартиры, готовились. Но я, в общем-то, им и до этого говорила. Вы ищите, там согласуйте, смотрите, какие квартиры. Вот вы хотите нам предложить. Вот сейчас более я не такая взвинченная, как я вчера была. Вчера даже тут, не знаю, я же наорала как это. И расстроилась, и долго заснуть не могла. Вот. И в общежитие не пойдем. Если мы туда вселимся, на четвертый этаж, и мне тяжело ходить, у меня колени болят вообще. Я вот только их маленько успокоила. Я не могу антибиотики тут и от болезни. Немножко. На первый этаж я, знаете, как показать? Ну вот так вот, на раскорачку. Это тоже женщина больная. Наверху тоже больная женщина. Вы представьте, мы заселимся, мы оттуда больше не выйдем. Никто нам не даст. И я пришла в администрацию и говорю, идти туда, я что должна, говорю, с горшком ходить через весь этаж. Ночью я, вы не знаю, будете это там кому объяснять, нет? Ну бывает так уже, я пожилая женщина, мне надо 3-4 раза встать в туалет. Да у меня, говорю, в этой развалюхе туалет чистый, свой. Я его помыла, убрала, и у меня все чистенько ходит. Ну и вы же видите, ну что, не воняет, не засранка такая уже. Просто другой раз вот, ну ничего не хочется уже делать от этой жизни. Никогда я не думала, что я до такого доживу. Вы готовы сейчас переехать в общежитие, которое по проспекту 36? Не смеши, пожалуйста. Ну нам же там предлагали. Это где этот, как его? Раньше трезвыл, да? Да ну, общий туалет, черт знает где бегать, да? Я пока добегу, как раз будет. Полные штаны. Это ж черт знает где, да ну, там закрытым, вон соседке тоже предлагали, она ходила, смотрела. Да там страшно. Это не то, что в Голубом Дунае мы жили, у нас там и уборщицы были, и чистили, и драйвили, все, можно было. А там сейчас же не уборщицы, никого нет, сам по себе. Который захватишь чистый туалет, то и все. А остальные там встать негде. Не-не-не-не, даже близко нет. Даже близко нет. Я и сюда, и в малосемейке, я это не хочу. Если в малосемейку, первый этаж, ну так, чтобы нормально можно было жить. Ну, такие, как вот стоят за музеем, я видела их, не хочу я туда. Так что нет, нет, нет. Ничего не сказал, что какой-то общежитие нет. Он сказал, что согласна переехать, но я отсюда согласна, но куда? А общежитие нам предлагали еще 10 лет тому назад. Нет. На проблему жильцов дома 14 по улице рабочие отреагировали в общественной палате Приморского края. Наш земляк, экс-депутат Думы Дальнегорского городского округа Виктор Тарабарин прокомментировал ситуацию. Во-первых, будучи видеть, скажем так, видеоролик про Дальнегорск, можно пройти дома, и будучи в свое время депутатом в этом округе, и так как он моя родина, город Дальнегорск, конечно, я не был в стороне, и, может сказать, так подключился сразу же к этому вопросу, чтобы на самом деле можно было вопрос поднять, может быть, деньги краевые или федеральные президенты Дальнегорск и эти дома восстановить, для того, чтобы молодые семьи, ветераны, дети детских домов могли получить даже, если комментировать эти два дома, может быть, хорошие планировки, хорошие квартиры, их можно восстановить, да, либо, когда, на самом деле, сместили, на эти месте построить новые там, если не надо было. С другой стороны, конечно, мировозритель общественной палаты перезвонил тоже узнал о такой новости, скажем так, о такой проблеме и попросил поехать в город Дальнегорск, чтобы, как говорится, посодействовать в этом вопросе, уточнить, что правда, это неправда. Я бы срабо себе поехал, но, еще раз говорю, у меня порваны активы, например, урока, делали операции на больничном, поэтому общественная палата сейчас делает запросы в город Дальнегорск на главу, прокуратуру, на комитет, получат ответы и уже будет, как бы, понятно, в этом вопросе взаимодействия, помогать, разбираться. А как оцениваете действия главы Дальнегорска? Ну, скажу честно, конечно, что в суде глава ответил о том, что жители не хотят переезжать именно вот зимой, да, грубо говоря, в 23 градусе мороза, период весной. Ну, как бы, вот это считаю, что неправильно, на самом деле, здесь, как-то, более, как руководитель, ответить на эти вопросы более масштабно, они согласны, что они хотят переезжать. Почему? Потому что уже сегодня никак проблемы существуют, и они уже знают все, с помощью Маклы, здесь можно было подходить к этим людям, как бы, объяснять, что на самом деле, давайте, вот сегодня, грубо говоря, как-то решать вопрос, потому что, на нем лежит ответственность, как на голове. а вообще решать ситуацию с домами, ну, гораздо проще, там есть собственники в домах, да, как бы, за 10-15 лет, уже долго, я знаю, уже стоит, многими живут, подать в суд, попробовать эти квартиры, все повторяя, да, то есть, забрать это, выкупить там, в администрацию, и на эти деньги заскать, сделать капитально хороший ремонт, и люди сами вернутся, во-первых, многие, да, кто-то не вернется, в счет долгов, через суды, забрать в пользу, там, города, эти квартиры, и раздавать, и мы наблюдаем все это, и называются врачи, которые готовы переезжать, в Дальноборске, это малообеспеченные, к примеру, жители города, в Дальноборске, которые, это могли бы приехать и какие-то, в больших городах, и пенсионеры, и ветераны, то есть, Дальноборск, в принципе, это не ведется, и все думают, что не скоро будет, поэтому, вот такие дома, нужно пойти, они там, пригодны, скажем так, к восстанавливанию, капитально делать ремонты, да, и чтобы они функционировали, существовали, жили. Либо сносить, если они, на самом деле, по экспертизе, признанные, к примеру, недействительными, значит, их надо сносить, потому что, это, дети будут бегать, будут прыгать, это наркоманы, преступность, и все остальное. То есть, ну, как бы, мои видения такие. Я все время был учительным депутатом по этих домах озвучивал, в городе Дальноборске, как бы, ну, я же просто депутат, да, я не имею такого влияния, был когда-то депутатом, да, поэтому, конечно, не безразличен город Дальноборск, родину, люблю, поэтому переживаю, и готов, как член общественного паласта, конечно, контролировать процесс, что будет дальше. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте ожидают дальнегорцев и жителей округа с 1 февраля. Подробности в следующем сюжете. Проезд в городском и пригородном сообщении увеличится с 1 февраля. В городском сообщении цена билета поднимется на 3 рубля и составит 30 рублей. Напомним, на территории Дальнегорского городского округа регулярные пассажирские перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам. Согласно статье 3 пункта 18 федерального закона от 13 июля 2015 года номер 220 об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Величину тарифов устанавливают компании-перевозчики. Ранее повышение стоимости проезда в общественном транспорте действовало с 1 марта прошлого года. Проезд подорожал с 25 до 27 рублей. Таким образом, прошло менее года с последнего увеличения стоимости билета в общественном транспорте. Повышение тарифа больно ударит по кошелькам горожан. Большинство жителей не скрывает своего возмущения очередному подорожанию стоимости проезда. Мы связались с компанией-перевозчиком Мегалайн для получения более подробной информации. Но комментарий нам дать отказались. Вы знаете, что с 1 февраля повышают цену на проезд в общественном транспорте? Как вы к этому относитесь? Ну, как мы относимся к этому? 700 рублей пенсию прибавили. Тысячу сейчас губернатор даст. Отобрать-то надо назад. Но это отбирают. И всего лишь на отсюда. Пускай бы они повысили цену, пускай бы прибавили. Не 12 тысяч людей бы женили на пенсию, а побольше бы дали. Так что все как положено у нас в России. Рубль дали, 3 отняли. Все. Как будет, так и будет. Нормально. Ну, а все, ровно будет. Вот, мелочь. Зачем он уже? 3 рубля, это не деньги. Я считаю, нормально. Да, считала. Ну, я считаю, что для Дальнегорска это не актуально, 30 рублей проезд. Я считаю, это очень дорого. По нашим заработным платам это вообще не актуально. Что я против? Такого поднятия сразу цен. Я считаю, что на уровне нашей администрации надо решать эту проблему как-то. Потому что даже по километражу это очень дорого. С учетом даже нынешней стоимости бензина. Нет, не слышала. До 30 рублей повышается. Как вы к этому относитесь? А что относиться, если каждый день цены растут? Отвратительно. Да как же интересно на дачу-то потом ездить. Ладно, мы пенсионеры в такое время года как бы мало пользуемся транспортом. А лето? Ну, я считаю, это вообще дальше некуда. То ли хлеб покупать? Да. То ли на автобус. Так мы практически живем и... Добавили же нам 6 процентов. Ага. Ну вот. Если на мою пенсию добавили, мне 800 рублей. Так они с меня эти 800 рублей. Это проезд и хлеб, это все. Что это 800 рублей? Мне же не 8 тысяч добавили, а 800 рублей. Им дать наши пенсии, и пускай они поживут. И наши вот эти цены наши приморские. И пусть живут они. Вот, все мы по телевизору показали. Люди, всем старичков живут. В это... В Малосибеке. Я не знаю. В холоде. И никто ничего не знает. Ни участковый, никто. Если бы телевидение не показало бы, наверное, так бы и жили бы старички. Никакой ничего не надо. Но если заживо горят старики, никто не знает. Отрицательный. Я отрицательный лично. Мне лично, как я по-своему могу сказать, не без разницы, что там повысится или не повысится. Но я как бы можно сказать, и тоже я отрицательный, и за... Ну, толку нету. Все равно они дорожать будут с каждым разом. Вы знаете, что с 1 февраля будет повышение цен на приезд в общественном транспорте? Как вы к этому относитесь? В принципе, положительно. Очень хорошо. Пешком будем ходить. С 1 февраля будет повышение цен на приезд в общественном транспорте? Нет, не знаю. Получается, приезд будет по городу повышен до 30 рублей стоимость проезда. Как вы к этому относитесь? Не очень положительно. Зарплату-то они повышают? Все, вы прямо удивили. Я просто сейчас в отпуске еще не ездил, не видел. Ну, это каждый год такое, я знаю. Как ты к этому относишься, к повышению цены? Ну, как обычно, будем терпеть, что же делаешь. Вы знаете, что с 1 февраля будет повышение цен на приезд в общественном транспорте? Как вы к этому относитесь? Ну, как. Каждый год повышают. Как это относится? Мы уже привыкли. Так что ничего тут страшного. В других городах повышают. Кавалерова уже давно. Это стоимость. А у нас еще было нормально. Да как я отношусь? Зарплата, наверное, всем нужна. Все дорожает, продукты дорожают, все дорожает. Поэтому, я думаю, люди трудятся. Поэтому, согласимся. Не очень положительно. Ну, а что, если цены везде растут, цены на бензин, на солярку тоже растут. Это же от правительства зависит. Вот и, естественно, им приходится поднимать. Так же цены на автобус. Управление Пенсионного фонда России по Дальнегорскому городскому округу информирует граждан об изменениях в программе материнского семейного капитала в 2021 году. Подробности далее. Право на материнский семейный капитал имеют семьи, в которых родились второй и последующий ребенок, начиная с января 2007 года. Также, в связи с изменением в законодательстве, если первенец родился в семье с января 2020 года, соответственно, там второй и последующий ребенок, то семьи также имеют право на материнский семейный капитал. Для того, чтобы семьи не только быстрее могли воспользоваться материнским семейным капиталом, для того, чтобы они меньше тратили времени на его оформление, с 2020 года Пенсионный фонд стал выдавать государственные сертификаты на материнский семейный капитал в противном режиме. То есть это говорит о том, что сейчас оформление сертификата происходит автоматически. Так и в сведения на ребенка, который дал право на получение материнского семейного капитала, поступают автоматически в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации из Единого государственного реестра ЗАГСов. То есть там происходит рождение, происходит внесение сведений о рожденном ребенке, и эти сведения поступают нам в Пенсионный фонд. На основании этих сведений автоматически оформляется сертификат. Поэтому лицам, которые получают право на этот материнский семейный капитал, не обязательно самим заниматься этим оформлением. И, соответственно, сейчас с апреля 2020 года все сертификаты выдаются в электронном виде. То есть на бумажном носителе этих государственных сертификатов, они выдаются, и, соответственно, мы их не можем людям предоставить. Все это отправляется в электронные кабинеты, на портал госуслуг, этим лицам, которые должны или имеют право получить этот сертификат. С января 2021 года произошло индексирование сумм, наконец-то, материнского семьяного капитала. Те семьи, у которых с января 2020 года родился первый ребенок, у них сумма материнского капитала составляет 483 881 рубль 83 копейки. А для тех семей, у которых родился с 1 ноября 2020 года второй ребенок, последующий ребенок, размер материнского капитала застал 639 431 рубль 83 копейки. У всех владельцев сертификата на материнский семейный капитал увеличение пройдет в связи с индексацией в автоматическом режиме. Сегодня, 15 января, военный комиссариат города Дальнегорска отмечает 79 лет со дня своего образования. В связи с этим, военный комиссар города Дальнегорска и Тернейского района Приморского края Константин Данилочкин обращается с поздравлениями и словами благодарности к сотрудникам военкомата. 15 января этого года военному комиссариату города Дальнегорска Тернейского района исполняется 79 лет. Сотрудники военного комиссариата проводят огромную работу, невидимую для окружающих, но крайне необходимую для государства. Мы организовываем отбор и призыв военнослужащих по призыву и по контракту. Ведем учет военнослужащих запаса, учет техники, проводим обучение, готовим молодежь к несению военной службы. Проводим в учебных заведениях с молодыми людьми до призывного возраста военно-патриотическую работу по формированию внутреннего сознания и отношения молодежи к службе в армии. Занимаемся повышением уровня подготовки молодого поколения к основу военной службы и военно-учебных специальностей. Проводим взаимодействие и работу с ДСА в России по подготовке призывников и получением специальности водитель категории ВЦД. Сотрудники военного комиссариата с честью и достоинством исполняют свои нелегкие, но такие нужные должностные обязанности. В такой день нельзя не вспомнить наших ветеранов, сотрудников которых, к сожалению, уже нет. Их труд, их нелегкий труд остается в нашей памяти. Спасибо им большое. В этот день я хочу поздравить всех сотрудников с праздником, пожелать им огромного здоровья, счастья, исполнения желаний, повышения профессионального уровня, успехов в таком нелегком, но нужном труде. Большое вам человеческое спасибо. С праздником! Авиакомпания «Аврора» совместно с Дальневосточным федеральным университетом представляют новую уникальную программу подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов, ориентированную на студентов и выпускников Политехнического института Дальневосточного федерального университета и других российских технических вузов. Программа подготовки авиационных специалистов является результатом сотрудничества авиакомпании «Аврора» и ДВФУ. В ходе освоения программы обучающиеся приобретут практические навыки в сфере технического обслуживания самолета и двигателей воздушных судов семейства Airbus, ознакомятся с аспектами авиационного законодательства, утвержденного Европейским агентством по безопасности полетов, а также получат знания в области общего и авиационного технического английского языка. Подобную практикоориентированную программу в России можно пройти только в ДВФУ на базе авиационного учебного центра авиакомпании «Аврора». Продолжительность обучения составляет один год. На протяжении всего срока освоения программы слушатели являются официально трудоустроенными работниками авиакомпании, а также получают заработную плату во время двухмесячной практической стажировки в технической дирекции авиакомпании «Аврора». По завершении обучения успешно освоившие программу студенты получают диплом о переподготовке, что предоставляет им возможность работать в авиационной сфере по техническому обслуживанию воздушных судов в авиакомпаниях по всей России. Наше обучение было весьма интересным. Теоретическую часть нам преподавали в параллельной основной учебе, выбрав отимальное для всех время. Теоретическая часть проходила в летнее время, что значительно снизило нашу нагрузку. Два месяца мы обучались техобслуживанию воздушных судов под руководством работников «Авроры». К концу обучения мы достигли понимания сути профессии и могли уже выполнять допустимые наши категории работы. В данной профессии важно знание английского языка, с чего, собственно, наше обучение и началось. Вторая часть обучения у нас была практическая. Мы поехали в город Артем, проходить практику уже в аэропорте Кневича. Работали мы самолетами А319. Профиль подготовки у нас был, как если бы мы учились, на категорию «Ай» иностранного образца. Мы были в подразделении, нам выдали форму, работали мы с действующими сотрудниками на действующих самолетах. Уже пятеро студентов инженерной школы Дальневосточного федерального университета приступили к обучению по данному направлению и успешно осваивают дисциплины программы, получая уникальный на Дальнем Востоке опыт, знания, умения и компетенции. Если вы хотите получить престижную, высокооплачиваемую профессию и мечтаете работать в гражданской авиации, открывать непознанное и постигать новые горизонты, то это предложение именно для вас. Звоните и обращайтесь по указанным контактам. Полгода исправительных работ назначено Приморцу за жестокое обращение с домашним питомцем. Житель находки выбросил 11-месячного щенка из окна многоквартирного дома. Полиция возбудила в отношении Приморца уголовное дело. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД России по Приморскому краю. Мировым судом города Находки рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным. Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находки поступило сообщение 42-летнего зоозащитника. Мужчина рассказал о том, что неизвестный выбросил домашнего питомца из окна пятого этажа многоквартирного дома по улице Спортивной. Сотрудники полиции установили личность правонарушителя и обстоятельства происшествия. Установлено, что 54-летний ранее несудимый Приморец, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вернулся вечером домой после посиделок с друзьями и увидел в квартире беспорядок, а также лежащий на полу порванный матрас. Как выяснилось, виновником произошедшего стал его 11-месячный питомец по кличке Миха, которого ранее владелец подобрал на улице. Данные обстоятельства разозлили мужчину. Чувствуя свое превосходство над беззащитным животным, в порыве гнева он его избил и выбросил из окна. Волонтеры, ставшие очевидцами происшествия, забрали щенка и увезли в ветеринарную клинику. Пес получил тяжелые травмы, но благодаря экстренной помощи выжил. Доснователем отдела МВД России по городу Находки в отношении Приморца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это жестокое обращение с животными. Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства и заработной платы. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.